Хотели как лучше. В редакцию нашего телеканала обратились жители частного сектора на улице Черкасская в Заволжском районе города Твери. Несколько лет назад горожане за свои деньги и своими силами провели масштабное благоустройство близ своих домов. Отремонтировали дорогу, привели в порядок тротуары, оборудовали детские площадки. Однако далеко не у всех соседей преображение территории вызвало положительные эмоции. Почему? Разбирался Никита Васильев. Переулок Вольный недалеко от поселка Черкассы в Заволжском районе города. Сейчас все здесь укрыто плотным слоем снега. Но на этих фотографиях, предоставленных местными жителями, видно, что из себя представляет территория частного сектора. Выложенная плиткой дорога, аккуратные бордюры, детская площадка. Все это рассказывают местные жители. Они сделали за свой счет. Ни копейки бюджетных денег на благоустройство потрачено не было. А чтобы быть спокойными за своих детей, местные жители установили на переулке Вольный ворота. Исключительно в целях безопасности, говорят горожане, чтобы препятствовать сквозному проезду и не допустить лихачей туда, где играют дети. Все соседи нашего района приходили с детьми, взрослые. Здесь летом шикарное место. Все радуются. Однако, как выяснилось позже, радовались не все. Кто-то из местных, точного адресанта жильцы не знают, написал обращение в городскую администрацию, в котором пожаловался на установленные ворота. Их убязали убрать, чему инициативная группа жильцов противиться не стала. Однако одновременно с этим горожане направили обращение местным властям с просьбой о придании территории статуса пешеходной зоны. За время совместного проживания жители переулка Вольный без преувеличения стали сплоченной командой, которая не ждет милости извне, а самостоятельно формирует ту комфортную среду обитания, о которой так много говорится. В целях обеспечения безопасности семей поселка, которые проводят досуг на зонах отдыха переулка Вольный, жители обращаются с просьбой внести в программу поддержки местных инициатив предложение по приданию статуса пешеходной зоны благоустроенной части переулка Вольный от дома номер один до дома номер десять. Однако в ответном письме администрация города, говорят местные жители, не то чтобы ответила отказом. Она вообще никак не ответила, считают горожане. Просто просили статус пешеходного, а нам в ответном письме, как я понимаю, совершенно не прочитав, просто написали, мы вам ничего не будем ремонтировать. Люди не просят ничего, ни денег, ничего. Мы все сделали. Администрация ни копейки не уложила. В результате какая-то билиберда в ответе, что в 37-м году, оказывается, будут здесь наконец-то что-то делать с дорогами. Да мы все уже, извините, пойдем в коммунизм. В итоге по ровной отремонтированной дороге начали регулярно ездить автомобили, причем на достаточно высокой скорости. Горожане отныне постоянно беспокоятся за своих детей, ведь в теплое время года они целыми днями проводят на улице. Играют в классики, занимаются на спортплощадке, катаются на велосипедах. Здесь дети со всех, и с радостного, и с просторной, со всех улиц, они здесь. Возмущение жителей переулка Вольный можно понять. Потратив собственные силы и средства, они самостоятельно привели в порядок территорию рядом с их домами. Сделали ее комфортной и безопасной для себя и своих детей. Дело кажется за малым. Предать статус пешеходной этой зоне. Но тут, к сожалению, горожане столкнулись, как это часто бывает, со сложным бюрократическим механизмом. Да, возможно, формально по закону признавать пешеходными автомобильные дороги общего пользования, именно таковым является переулок Вольный, судя по ответу администрации Твери, не представляется возможным. Однако слепое следование букве закона, как показывает практика, не всегда верный путь, уверены местные жители. Они надеются на какое-то исключение в их случае. Ведь на кону в первую очередь безопасность жизни и здоровье их детей, которые каждый день играют там, где на высокой скорости курсируют десятки автомобилей. Добавим, что с подобной ситуацией столкнулись не только жители переулка Вольный. Можно ли огородить придомовую территорию и закрыть свой двор, если через него проходит, что называется, народная тропа, к остановке гипермаркетом или другим объектам городской инфраструктуры? На этот и другие вопросы нам ответят полифицированные юристы. Смотрите в следующих выпусках новостей на телеканале Тверской проспект.